Кабачковая икра, килька в томатном соусе, банка сгущенки, советская открывашка и поздравительная открытка. Такую посылку из дома в стиле 80-х годов прошлого века подготовила администрация Иркутского политеха ко дню российского студенчества своим выпускникам и гостям вуза. Одним из первых презент получил мэр Иркутска Руслан Болотов на прошедшей в Эрниту встрече с лидерами студенческого актива города, где вспомнил свое курсантское прошлое. В основном мысливая аудитория, мы же все военные, у нас девушек тогда не было. Естественно, нас вели в коллективы, где девушек было больше. Или, как правило, тут был институт советской торговли, так называемый, в Красноярске. Вот нас вели туда. Сегодня повезло и студентам, и курсантам военного учебного центра Иркутского политеха. Для них собственноручно к этому Татьяниному дню постряпали пирожки ректора Ирниту и его команда с картошкой, капустой и сладкой начинкой. У каждого вуза есть своя традиция отмечать День студента. Кто-то варит медоуху, кто-то катается на медвежьих шкурах. Ну а мы в Иркутском политехе решили открыть новую традицию накануне Дня студента – печь пирожки и угощать ими всех желающих. Наших студентов, преподавателей, кто уже отучился в университете. Поскольку у студентов много радостей в жизни, и одна из них вкусно покушать, то мы будем вкладывать особенный смысл в приготовление наших пирожков. Тысячи пирожков, которые настряпали накануне праздника про ректора и ректор, разошлись по всем общежитиям. За столом на чай с пирожками удалось собраться не всем. У кого-то уже начались каникулы, кто-то убежал по делам, на подработку. Но вкусный подарок оценили многие и обрадовались новой политеховской традицией, которая дополнит старые, и праздник станет еще ярче. Традиция была, то есть день, наверное, до прошлого года – это поездка в Татью. Мы там проводили время, то есть катали на горках, также участвовали, кто кинет дальше, в Валенок. И вот такие различные игры исполчали нас. Для еще большего объединения и развития студенческого братства в этом году администрация ВУЗа подарила правкому студентов сертификат на 500 тысяч рублей на образование активистов Эрниту. Одно из первых планируемых мероприятий, если позволит эпидемиологическая обстановка – традиционная апрельская школа актива. В основном наши школы направлены именно на личностный рост, но в том числе мы учим студентов, приглашаем наш бизнес-акселератор, чтобы они учились строить бизнес и понимали, как это делать. Приглашаем специалистов по ораторскому искусству. Очень часто студентам это даже помогает элементарно при защите диплома, потому что надо уметь говорить.